Молитва за усопших – это наша главная и неоценимая помощь отшедшему в мир иной. В Димитриевскую родительскую субботу митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в храме великомученика Димитрия Солунского в Коломягах. День всеобщего поминовения усопших. Верующие идут в храмы, зажигают свечи, заказывают обеднюю об обкаении. На столе рядом с каноном оставляют продукты, их потом отдают нуждающимся. Поддаяние – это милость, милость к Богу, дар от сердца людям. Ей был такой случай, одна женщина не верила. Когда ей сказали, приди принеси на панихиду усопшим дары, она принесла и видит сон. Ее усопшие родные и близкие кланяются ей вместе с дарами и благодарят ее. Но самое главное – вечно живая душа умершего испытывает великую потребность в постоянной молитве. В День поминовения всех усопших воинов, за веру и отечество жизнь свою на поле брани положивших и всех усопших православных христиан в Димитровскую родительскую субботу прихожане храма во имя святого великомученика Димитрия Солунского священнослужители молитвенно почтили вместе с главой митрополии, владыкой Марсенофием. Мы живем в мире явлений, который, разумеется, прекращается с нашей смертью, и нам важно вернуться в какой-то мере, понимая это, в свою отчизну, в свою родину, в небесную страну, где нас ожидает наш Отец Небесный. Поэтому, разумеется, поминовение усопших напоминает нам о том, что мы сегодня должны принести на алтарь вот этого служения Богу свое смирение, милосердие, свою доброту. И доброта проявляется не только к ближнему, живущему рядом с нами, но и к тем, кто уже перешел в вечность. В этот день, во время божественной литургии, за усердное служение Святой Церкви, священник Михаил Лунев, клирик храма, был награжден камилавкой. Чтец храма Преображения Господня в Лигове Иоанн Циолка был рукоположен в Адиакона, а диакон храма апостола Андрея Первозванного в Кронштадте Сергий Резниченко был рукоположен во пресвитера. Потомственный моряк, 25 лет он шел ко священству. Конечно, с Божьей помощью, конечно, на все воля Божия, но я думаю, что служение мое в Церкви будет, конечно же, связано и с нашим флотом, и с нашей армией. Дай Бог, чтобы верным Господу и Его Святой Церкви, нашей Родине, нашему народу Божьему. На поле пранев положивших и в море погибших, и реже проститеся покоя тишины и блаженной памяти Господу. После панихиды Владыка обратился к верующим с архипастерским словом. Так должны мы каждый раз, когда Святая Церковь устанавливать дни слова поминовения, приходить в храм, а так ежедневно дома, в своих молитвах, иметь свой синодик, и по возможности каждое утро поминать своих родных и близких, своих молитв. И Господь слышит молитвы наши, и наше сердце как-то успокаивается, потому что мы с вами ощущаем связь неразрывную, все мы живы, у Бога нет мертвых. Он сказал, что не Бог мертвых, а Бог живых, поэтому Бога все живы. Для нас они вроде же куда-то ушли, а для Бога они никуда не ушли, они рядом находятся, Он все видит, знает и слышит и нас, и их. Поэтому будем стараться заботиться о себе и о наших ближних. Аминь.